Пока это заведение закрыто на карантин, но может получиться и так, что навсегда. Если не исключит из своего меню алкоголь. По информации районных властей, оно не соответствует новым требованиям содержания распивочных заведений. Расположено на первом этаже жилого дома и площадь зала обслуживания небольшая. Мнение жителей окрестных домов однозначное. Против того, чтобы пивнушки были там, где находятся жилые квартиры и дома. Еще какой шум создают, еще какие драки устраивают. Я, например, даже полквартва отсюда живу. Мне ночью мешают, когда здесь собираются отдыхать молодые люди. Вот вы как к этому относитесь? Философски. Но понятно, что если рассуждать логически, то если в жилых домах мы убираем это от жилых домов в какие-то специализированные места, конечно, это минимизирует вероятность столкновения порядочного гражданина, так скажем, с распустившимся. Федеральные законодательные изменения были приняты еще в апреле, и вот подобные новшества введены на региональном уровне. Поправки в областной закон подписал губернатор Дмитрий Азаров. Они вступят в силу 22 мая. Причем установленные требования еще жестче, чем на федеральном уровне. Если заведение общепита расположено в многоквартирном доме или на прилегающей территории, и площадь зала меньше 50 квадратных метров, алкоголя там больше не будет. Таковы были многочисленные пожелания жителей в городском департаменте экономического развития, инвестиций и торговли к исполнению готовы. Как будет организована работа, администрации внутригородских районов совместно с отделом полиции будут проводить рейды, заходить в объекты общественного питания. Соответственно, при несоблюдении 50 квадратных метров будут составляться протоколы по статье 6.5 закона 115 ГД об административных правонарушениях на территории Самарской области. И ответственность за это грозит на юридических лиц 70 тысяч рублей. Согласно замыслу законодателей, количество разливаек в зданиях жилых домов после этих мер должно сократиться в разы. Распивочным заведениям будет просто невыгодно оплачивать штрафы или аренду занимаемого помещения повышенной кубатуры. Олег Зверев, Григорий Бельшаков, События.